все всем доброго дня мы тут занимались курсом технологии настройки камеры это продолжение курса технологии программирования теперь вернемся к курсу по формальным языкам сегодня мы с вами продолжим говорить с вами про контекст свободные грамматики и связь их с mp-автоматами и первая цель которая у нас сегодня будет это как раз доказать что контекст свободные грамматики и mp-автоматы это один тот же объект с точки распознавания языков мы с вами в прошлый раз начали говорить про то как устроен этот mp-автомат и даже рассмотрели первый разбор слова давайте я его как раз начерчу еще раз это у нас будет автомат перенос свертка и у нас он выглядит так значит мы берем произвольный символ алфавита и берем произвольное правило грамматики вот и говорим следующее что у нас должны быть выводы значит перенос который у нас будет первое это мы берем снимаем правую часть правила со стекой и кладем левую часть правила здесь мы с вами делаем следующее для любого символа алфавита мы говорим что как только мы считываем букву мы ее переносим на стек точнее получается у нас мы считываем букву переносим ее на стек вот и в конце мы должны снять символ пустое слово напоминаю что это мы пока из грамматики строим mp-автомат тогда нам нужно будет доказать давайте теперь мы формально выпишем все правила которые у нас появляются значит мы говорим пусть у нас есть некоторые mp-автомат точнее грамматика у нас есть грамматика n-sigma ps тогда мы строим с вами мп-автомат в котором состояние будут иметь вид q0 q1 дальше нам нужно будет алфавит определить это у нас будет алфавит сигма а стековый алфавит это у нас будет n объединить сигма дальше что нам нужно определить перехода перехода определим сейчас стартовый у нас будет q0 как завершающая будет q1 значит какие правила у нас в нашей грамматики а правила грамматики у нас будут следующие значит первое это правило q0 получается а и все будет выводить q0 а для всех а лежащих символе алфавита и объединить с правилами значит вида получается q0 так получается мы снимаем с алфавита а эпсилон кладем со стека снимаем со стека альфа и кладем на стек символ а для всех правил а из альфа которые принадлежат правил грамматики и последнее правило которое мы должны с вами добавить это переход из q0 в q1 по символу с вот это правило нашей грамматики и нам нужно будет доказать что слово лежит в языке так в языке грамматикой тогда и только тогда когда слово лежит в языке с добавим автоматом а и опять же чтобы это доказать там придется доказывать определенную лему значит и это такая первая нетривиальная лима которая у нас будет значит нам нужно будет показать две сущности первое что из а у нас будет выводиться не терминал w в грамматике же тогда и только тогда когда у нас получается из q0 по слову w и все он будет выводиться переход q0 эпсилона то есть получается следующее что а образно говоря что когда мы из какого-то не терминала с выводим слова w это означает что по факту мы с вами закрыли в автомате перенос свертка правило вот такое то есть мы прочитали все слова w целиком и свернули его в не терминала а то есть это то что хотелось бы сделать и второе это на самом деле такое достаточно очевидная история что это тоже повторяется для не терминалов ой для терминальных символов то есть что из а выводится w тогда и только тогда когда из q0 у нас получается в эпсилон выводится ку нулевое эпсилон а так давайте поймем какой из этих пунктов доказывается вот прямо сразу из этих двух 1 или 2 но кажется второй пункт очевиден да вот этот почему ну потому что как ни странно если у нас из а вается w то w равняется а а а у нас есть как раз правило за один шаг ровно по вот этому да простят меня да простит меня доска откуда это получается это получается ровно из вот этого правила так это понятно так хорошо а давайте я спрошу кто понял так какие вопросы то есть наша цель как раз чтобы еще раз повторю чтобы из нашего не терминал вводил с w тогда я только тогда когда мы прочитали слова в нашем им по автомате дубу в целиком и свернули его в не терминал альфа ну вот чтобы мы его подняли так хорошо давайте тогда доказывать второй пункт первый пункт значит мы будем доказывать сначала из выводимости в автомате доказать выводилась автомате значит будет у нас индукция по длине вывода и давайте ее мы как раз будем писать я понял кстати знаете в чем фишка мне надо будет выкликер купить чтобы можно было слайды переключать так значит оказываем факс справа налево слева направо значит давайте начнем следующее а база да мы доказываем первое причем с лево направо на ну давайте подумаем что мы можем вывести за один шаг ну за ну за кого это количество шагов на самом деле мы бы должны были доказывать что из а мы выводим w потому что это как раз выводится все за ноль шагов на и поэтому мы можем сказать что уже так база индукция у нас доказано бинга так теперь переход что мы говорим ну на самом деле тут надо просто аккуратненько все расписать пусть у нас из а нашего не терминала а за один шаг выводится не терминала альфа-1 альфа-2 и так далее альфа-ката и за эти же шаги у нас выводится слово за меньшее количество в 1w к то значит давайте скажем следующее что здесь у нас альфа и ты принадлежат она бинить сигмой когда что у нас получается давайте раскрывать значит по предположению индукции у нас получается что из q нулевого дубль в к то дубль в джито и и псилон на выходе мы получаем с вами слова у нулевое получается эпсилон альфа-джито то есть мы переложили все наши символы на стек тогда смотрите что у нас получается значит нам нужно доказать что мы выводим наше слово целиком тогда у нас получается следующая штуку нулевое дубль в один дубль в к то с и символом альф так спасибо эпсилон мы раскрываем сначала наш переход индукции для g равна единица давайте это подпишу мы получаем что здесь у нас q нулевое дубль в 2 иногда кстати не знаю пользовались ли у вас термином что иногда индексы которые пропускают их просто пишут в ренджи внутри давайте это поясню что мы можем использовать дубль в 2 так далее к то это на самом деле то же самое что дубль в 2 и дубль в к так а а просто мы сокращен по переносим многоточие вот сюда кстати вошел и синтаксис для задания последовательности так значит получается дубль в 2 к то и все мы переносим с вами альфа 1 потом повторяем это все у нас получается q нулевое дубль в 3 к то альфа 1 альфа 2 кстати сразу обращу внимание что этим фактом мы тоже не явно пользуемся то есть у нас альфа и ты у нас могут быть объединить цен сигма поэтому для для того чтобы переход у нас росся нам нужно пользоваться вот этим правилом так ну и в итоге у нас получается в конце что у нас есть q нулевое epsilon альфа 1 альфа катая а и потом смотрите мы пользуемся как раз правилами которые у нас были переходе то есть мы пользуемся вот этим вот соотношением то если у нас находится правая часть правила то мы ее можем переносить на левую сторону давайте я как раз буду обводить одинаковым цветом вот эти значения то есть мы получаем переходку нулевое а это то есть кажется этот ровно то что мы с вами хотели показать а потому что я что мне спать больше надо да именно так так это простая часть индукция согласны ли вы с этим ну мы взяли взяли раскрыли по правилам вот как бы это не сложно теперь другой переход так давайте попробуем теперь доказать это все в обратную сторону но мы доказали следующее что если у нас в нашей грамматики из какого-то не терминала был вывод по какому-то слову то в автомате перенос свертка мы можем прочитать это слово и стартового состояния и свернуть его до не терминала вот теперь вторая вторая часть нашего балета это доказательство обратную сторону нам нужно будет доказать с вами что если у нас есть правило такое то мы делаем корректный вывод значит ну опять же здесь у нас есть только индукция по длине вывода в автомате так давайте подумаем какая у нас будет база индукция а база индукции которая у нас есть давайте подумаем значит что мы можем с вами вывести за получается один шаг в нашем случае а за ноль шагов мы здесь ничего вывести не можем только если у нас а это пустое слово но это вроде у нас не так значит то нам нужно выводить за один шаг либо правило здесь такое это мы разобрали значит нам нужно рассмотреть что у нас вводится за один шаг давайте обозначить что пусть у нас про количество символов будет один это один шаг а тогда светка говорю а тогда у нас получается следующее что у нас из ку нулевого дубль в эпсилон за один шаг выводятся ку нулевое эпсилона так давайте посмотрим что это означает что у нас это правило выводится за один шаг это значит что у нас есть правило у нулевое в эпсилон выводят ку нулевое а она лежит дельта нашем множестве дельта а это означает что у нас с вами опять же давайте я буду использовать оранжевый мой маркер а все это маркер мел что из этого соотношения у нас есть только единственное правило которое это позволяет делать это правило а стрелочка альфа то есть у нас с вами как раз по этому соотношению получается что есть правило а стрелочка w который лежит в правилах нашей грамматики а из этого следует что и в грамматике же мы можем вывести из не терминала а слово w а подождите а сейчас секунду а подождите тут тут а да это значит у нас должно быть и не а правило до согласен и тогда у нас надо сказать что это у нас будет не не первое правило а второе согласен мы должны сказать следующее что у нас должен быть вариант либо вот такой да и тогда мы должны сказать что что у нас есть противоречия так как w надо снять со стека либо смотрите у нас может быть второе правило очень важное предположим себе что у нас w это пустое слово у нас такой вариант может быть может быть такое что у нас дубль в пустое слово когда что у нас получается тогда у нас получается что q0 эпсион эпсион выводят q0 а и это будет лежать правило наши грамматики вы правило нашего автомата такое действительно может быть то есть мы либо должны снять букву и тогда мы работаем по по синем правилам либо мы должны снять пустое слово тогда мы работаем по про красным правилам тогда у нас из этого будет следовать что тут из не терминала а у нас должен выводиться пустое слово это значит что из а у нас выводится пустое слово, которое является словом W. То есть, смотрите, еще раз. У нас может быть первый случай, это вот такой случай. Второй случай, это пустое слово. И теперь нам нужно будет еще рассмотреть третий случай. Третий случай. Это получается, что альфа равняется W. Альфа равняется A. Тогда у нас по синему правилу... Где у меня синий маркер? Получается, что... А? В смысле? Нет, у нас получается, что в данном случае у нас либо A это не терминал, либо A это терминал. В случае с A не терминалом мы разобрали. То есть, либо мы приводим противоречие, потому что нам нужно букву снять, либо значит, что у нас букв нету, и мы должны вывести не терминал A. Вот, и раскрываем это правило. А второй пример, это значит, что A, A это у нас символ. А это значит, что по синему правилу у нас получается, что мы Q0 W Epsilon выводим Q0 Epsilon A. Ну, а из этого будет следовать, за один шаг важно, а из этого будет следовать, что как раз W равняется A. Хорошо. Значит, это что касается базы индукции. Теперь переход. Значит, переход. Нам нужно будет с вами рассмотреть последнее правило, которое было раскрыто. Значит, смотрите, мы говорим следующее, что у нас есть Q0. Дальше мы вводим слово W Epsilon. И давайте посмотрим на последнее правило, которое выводил бы этот не терминал. Q0 Epsilon, Alpha 1 и так далее, Alpha KT. И за один шаг мы выводим Q0 Epsilon A. Почему последний шаг такой? Давайте разбираться. Последний шаг у нас такой, потому что синее правило. давайте я это напишу. Так как инее не образует ни терминал. то есть операция Shift, которую мы говорили с вами, она не производит ни терминал в нашем случае. Тогда смотрите, что из этого можно будет сделать. Здесь мы будем с вами пользоваться, вот это очень важный момент, что у нас автомат с вами с магазинной памятью. то есть у нас Alpha 1 и так далее, Alpha KT это стек. Да? Каким свойством у нас обладает стек? Да, Last in, First out. Это означает, что мы с вами на самом деле можем отслеживать моменты, когда у нас какой-то символ был на стеке. То есть, давайте я расскажу. Вот представим себе ситуацию, что у нас с вами был стек, в котором у нас есть символы Alpha 1, Alpha 2 и так далее, Alpha KT. мы с вами добавляем всегда вот это важно по одному символу на стек. Идея дискретной непрерывности сейчас будет. А это означает, смотрите внимательно, что существует момент, давайте напишу, рассмотрим момент, когда Alpha KT положили на стек. Это момент времени TKT. Обозначим его через TKT. Тогда вопрос, как стек на шаге TKT минус один. Не, мы Alpha KT положили в момент времени TKT. Как выглядел стек в момент времени на единицу до этого? Смотрите, у нас стек заканчивался на Alpha KT минус первый. Когда у нас еще такой момент был на стеке? Не, у нас стек только заполняется в данном случае. Смотрите, у нас этот момент еще будет еще в один момент. Плюс такой момент был в шаге TK минус один. То есть, когда этот символ Alpha KT минус один у нас в первый раз появился на стеке. вот это понятно? То есть, у нас есть два момента времени, когда мы точно знаем, что наш стек выглядел именно таким образом. Alpha 1 и так далее, альфа к-1. Первый момент времени, когда на него положили символ Alpha K-1, и второй момент, когда на него положили элемент Alpha K-1. Зафиксировали, то есть, у нас есть два момента времени, и давайте я сейчас неформально сначала напишу. Давайте рассмотрим, какое у нас слово было до момента в момент TK минус один, и в момент TK минус один. то есть, с вами давайте предположим, за этот момент времени прочитали с обхода слово WKT. То есть, прочитаем с вами с обхода слово WKT, которое дальше мы как раз следующим символом добавляем на стек Alpha K-2. То есть, стек у нас за этот момент времени не менялся. стек такой же. А дальше следующим правилом у нас со стека будет сниматься символ какое-то слово WKT, и на него будет класс элемент Alpha K-2. Теперь давайте формально это чуть-чуть расскажу. Значит, давайте мы рассмотрим момент на стеке, когда будут появляться символы. То есть, у нас будет добавляться слово Alpha-1, дальше у нас получается будет определенный вывод, который будет как раз считывать наше слово и класть Alpha-1, и тогда из этой штуки мы будем по предположению индукции получать вывод слова. То есть, как раз у нас получается, что давайте я напишу, что в этот момент времени у нас получается будет состояние такое, Q0 в этот момент времени у нас будет слово W1 и так далее, точнее слово WKT и так далее, на стеке у нас будет Alpha-1 и так далее, Alpha-KT, да, а вот в этот момент времени на стеке, когда мы положили в момент даже токатой, вот в этот момент времени токатой. Мы будем гарантировать с вами, что у нас идет вывод, значит, Q0, WK, плюс 1 и так далее, что-то там, и будет у нас сначала Alpha-KT, Alpha-K, минус 1 вот, и потом у нас как раз по этому правилу мы будем так, мы могли считывать здесь слова, давайте я обозначу здесь Q0, WK, плюс 1 штрих, а, нет, все нормально, извините, тут мы пользуемся тем, смотрите, мы пользуемся тем, что когда мы используем оператор Reduce, который у нас сейчас сработал и положил символы на стек, у нас получается будет добавляться новый символ A, то есть у нас будет как-то преобразовываться символы и в итоге мы будем получать наше новое слово. будем просто отслеживать моменты, когда у нас на стеке появился этот символ. Тогда мы гарантируем, что до этого момента времени у нас на стеке был ровно вот такой символ, и означает, что мы можем как раз вытащить те слова, которые будут выводить этот стек. то есть из этого терминала как раз будет выводиться это слово. Вот, и тогда у нас получается следующая вещь, что как бы относительно этого момента до относительно этого момента мы можем вычленить слово WKT и получаем следующее, что по предположению индукции будут существовать WKT такие, что WGT такие, что значит получается WGT минус один равняется UGT WGT и стек у нас будет внести себя так, что у нас из ку нулевого получается наоборот только. Ладно, давайте я сделаю по обозначениям, которые у нас есть. УGT WGT альфа получается альфа один и так далее GT минус один будет выводить, смотрите, Q0 WGT альфа один и так далее GT. Следовательно, здесь будет у нас выходить следующее, что UGT, точнее, альфа GT у нас будет выводить слово UGT. то есть тут это формальный вывод, главное запомнить неформальную идею, что мы отсекаем две точки, относительно которых мы смотрим на результат. вот так. Тут даже скорее всего давайте я скажу так, что здесь именно вывод индукции, вот кстати, смотрите, вот это я, кстати, неверно написал, на самом деле стек будет выглядеть некоторым иным образом, давайте я это подчеркну, он будет выглядеть альфа катая плюс один альфа, точнее, он будет выглядеть так, альфа катая минус один, бета один и так далее, бета GT, а потом мы по этому правилу будем делать редьюс, свертку. То есть как бы мы берем и исследуем вот это правило, что мы снимаем как раз со стека часть верхнюю и кладем на нее альфа катая. Вот, поэтому здесь нужно немножечко аккуратно вот. Так, давайте спрошу, кто понял идею? Хреновостенько. Так, короче, смотрите, значит, суть такая, значит, нам нужно будет отследить, вот это важно, первый момент времени, когда у нас будет альфа к минус один на стеке и второй момент времени, когда у нас появляется альфа катая. Делаем два среза, получаем разницу, что у нас за это время добавляется ровно один символ на стек. Вот, то есть что у нас не может быть такое, что у нас на стеке поднимается два символа. смотрим какое слово мы считаем со входа и что мы снимали со стека в этот момент времени. Это одно и то же. Просто мы берем произвольный таймстэмп, то есть нам надо будет тут просто говорить, давайте посмотрим, когда появился первый символ на стеке. Да, альфа-1 в нашем выводе. Я говорю, когда появился там последний или произвольный символ на стеке. Ну, как раз вот это наши цепочки вывода, альфа-1 и так далее, альфа-ката. Нам вообще для произвольного G надо просто посмотреть, в каком им времени символ альфа-G появился. И отсечь дельту относительно того момента, когда у нас появился предыдущий символ на стеке в нашем выводе. Да, это такое самое первое нетривиальное доказательство, которое есть именно в плане идеи. Так, ну тогда смотрите, что у нас получается в итоге. Да, у нас получается следующее. тогда у нас из A выводится U1 и так далее, альфа-1 за один шаг. Это правило нашей грамматики. альфа-катая, а дальше каждый из них раскрывается как U1 и U2 и U-катая, который является нашим словом W. Вот. То есть, это просто формальное доведение. Теперь доказательство самого факта. но на самом деле здесь осталось ровно одно сказать. Давайте, следующий факт эквивалентно. Значит, слово лежит в языке, задаваемом грамматикой. это чему эквивалентно? Из S мы выводим наш слово W. Это чему эквивалентно подоказанное леме? Что из стартового состояния Q0 по слову W на старте Epsilon мы получаем вывод Epsilon S А это за один переход нас приводит железобетонно в состояние Q1 Epsilon Epsilon Потому что у нас есть правило, которое мы забыли с вами. Которое нас вводит завершающее состояние. А что означает, когда мы из слова дошли до завершающего состояния? Ну да, что слово лежит в языке с дымаем автомат. Все. Доказали. Так, давайте сегодня не постараемся не делать перерыва. Вот, да, я вас огорчу, мы и так позже начали. Вот, давайте двигаться в обратную сторону. Значит, обратная сторона. Смотрите, кто был на семинаре последнем? Значит, те, кто был на семинаре, сейчас поймут идею этого доказательства. Что у вас было на последнем семинаре? Не, а, у кого-то была контрольная. Ладно, на семинаре доконтрольной. Были грамматики? Да, вы начали делать какие-то интересные вещи. Вы начали доказывать, что слово, принадлежащее описанию, описывается грамматикой. Как вы это делали? А? Так, хорошо. Не, предположим себе, что у нас есть слово, которое принадлежит описанию, то есть у нас есть слово из описания, нам нужно предложить да, как строится дерево, как показывали, что вот у вас есть как раз это правило в дереве вывода. Графики строили? А? Было такое, график баланса относительно длины слова? Вот, значит, отлично. Мы, кажется, с вами находим общий язык. Вот, и давайте попробуем воспользоваться той же самой идеей, только в рамках доказательства того, что по МП-автомату можно построить кс-грамматику. Вот, так, хорошо. значит, мы теперь доказываем, что по МП-автомату можно построить кс-грамматику. Так, что мы делаем? Значит, первое, что мы делаем, говорим, что давайте все правила имеют вид такой ку-1 в в альфа стрелочка q2 бета, причем, где модуль альфа плюс модуль бета равняется единице. Мы доказывали, что такое можно сделать. Это означает, что у нас все правила имеют вид, либо q1 w epsion выводится q2 epsion а, или q2 q1 w а выводится q2 ой, q2 epsion. То есть, либо мы всегда снимаем ровно одну букву со стэка, либо всегда кладем ровно одну букву на стэк. Помните, мы в прошлый раз доказывали, что так можно сделать? Да, давайте я сделаю хитро, я сделаю, я добавлю значочек единичка. А, да, все, согласен. Да, вот такой вот у нас вывод получается. Так, а теперь делаем следующий момент. Значит, у нас есть переходы двух правил, мы либо снимаем букву со стэка, либо кладем букву на стэк, и смотрите, будем отслеживать моменты, когда какой-то не терминал у нас появился на стэке. Да, то есть, какой-то символ стэка алфавета у нас появился на стэке. Если у нас этот символ появился на стэке, то значит, что у нас будет в какой-то момент времени, На чего должны входим, были снять. Это символ на стэке. А теперь, внимание, картинка. Значит, картинка, значит, представим себе, что это у нас вывод слова, то есть, это общая картинка, значит, по оси X у нас таймстэмп, в котором мы вводим слово по оси Y, это у нас длина стэка. Тогда смотрите, у нас что получается? Представим себе, что у нас буква A положилась на стэк, дальше мы букву A снимаем в какой-то момент со стэка. У нас есть какой-то вывод. Дальше в какой-то момент времени мы еще какую-то букву со стэка снимем, либо это у нас будет конечное состояние. Выделяем этот кусок. Обозначаем момент состояния, в котором мы находились здесь как куито, здесь как куэстэ, здесь как кутэто, здесь как куэртэ, здесь как куджитэ. Теперь автомат. Перестроим кс-грамматику. Кс-грамматика будет выглядеть следующим образом. Значит, у нее будут переходы вида. Значит, во-первых, у нас будут состояния, сейчас, дайте-ка вспомнить. Ага, все, вспомнил. Значит, это у нас будет грамматика G, которая будет обладать следующими терминалами. Это остается то же самое. Стартовый терминал S мы объявим, правила мы объявим, а не терминалы тоже объявим. Значит, и терминалы у нас будут следующие. S объединить. Смотрите внимательно. иди-картовое произведение кунако. Да, может связаться, конечно. То есть, у нас получается S иди-картово кунако. Пара состояний. Теперь переходы. первое, переходы, которые у нас будут. Это из S переход в кунольку, где кунако принадлежит завершающим состоянием и объединить с Так, помогайте мне, пожалуйста. Я сейчас, потому что сейчас буду запутываться. Так, переходы вида. Значит, ку-и-те. Ой, смотрите, переход из пары ку-и-те в ку-джи-те будет происходить следующим образом. Значит, у нас будет с вами Ааа, господи, сейчас. Мне бы греческий у меня был латинский буквок, хватило бы у значит, ку-с-ку-т в ку-р-ку-джи это 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 не знак объединить. Нет, давайте назовем его Т пусть. Значит, где? О, господи. Так, значит, первое, у нас есть правило из ку-итова по слову у снимаем со стека эпсион. Мы кладем, значит, что мы кладем? Мы переходим с вами в состояние, да, переходим в состояние в ку-эст, кладем на стек а, и есть второе правило, что мы из ку-т этого, блин, у нас индексы попали, п, блин, п, я предлагаю букву п такую написать, пи это, пи, греческие буквы мы не можем использовать, ку-т-т-п, так, что у нас получается, а, да, qrt и эпсион, вот, вот это принадлежит правилам грамматики, вот это принадлежит правилам грамматики, вот такие правила у нас грамматики, ну, собственно, теперь нам нужно доказать одно, один факт, а тут символы были а и джитые правила, мы могли бы взять декартовое произведение множество пар, и так, значит, давайте мы как раз попробуем, тут это вывод есть, который у нас есть, и смотрите, теперь лемма, которая нам нужно будет доказывать, заключается в следующем, значит, нам нужно с вами из терминала а выводить слово w, тогда и только тогда у нас нет ни терминала а, извините, у нас есть пара куитое, куджитое будет вводить слово w, тогда и только тогда, когда у нас из куитое в эссион выводится куитое куитое и эссион эссион так, хорошо, давайте поймем, в какую сторону доказывать проще, слева направо или справа налево кто голосует за слева направо неформально что происходит смотрите неформально картинка вот такая это ровно оно я просто сидел тут стоял и две минуты смотрел вверх переписывая эти правила я говорю что для того чтобы перейти из какого-то состояния на том же самом уровне стека нам нужно что мы первый первый символ который у нас есть мы считываем символ нетерминальный точнее нас так положить должны положить нетерминальный символ а потом в какой-то момент мы должны его снять вот при этом пройдясь вот по таким вот правилам просто я переписал те правила которые у нас были поднялись опустились все как бы а в другой стороне оказывается что мы выводим вот такие правила нам они интересны объясняю почему потому что наша цель как раз найти тот момент когда мы хотим именно рассмотреть слово по максимуму то есть грубо говоря сделать вывод максимально не мы конечно могли бы опять же раскрыть тот же самый терминал но это дает нам некоторую однозначность выводе вот вам показывали как выводить это грамматику для правильной скобочной посредственности мы говорили смотрите у нас должен быть на входе пустой стек на выходе пустой стек да и мы говорили как раз следующее давайте как раз разобьем наше наше все слово у которого есть пустой стек на входе и пустой стек на выходе посмотрим часть при которой стек не меняется вот и дальше разобьем его на часть здесь мы делаем репер ную точку здесь мы спускаемся по этой реперной точки обозначаем правило которое было здесь обозначаем правило которое было здесь есть ровно так же то есть мы предполагаем что у нас есть какое-то слово с которая не опустошает наш так то есть не пробивает маркер на вот и дальше мы как раз уже относительно него смотрим то есть я тут специально показал последний момент что как бы мы выходим из этого уровня то есть мы предполагаем что мы зашли на какой-то уровень в первый раз да я тащить на этого уровня поднимаемся и нам нужно посмотреть вывод конкретно на этом уровне да 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 то есть предположение такое да что мы ну да то есть опять же мы берем всегда потом по выводу будет понятно что мы берем самый левый вывод который ломается так то есть мы рассматриваем такой мы дошли до какого-то уровня на стек и рассматриваем первый не терминал который нас поднимают то есть мы дошли как раз до вот этого горизонтальном уровня которые у нас есть ну и дальше либо мы поднимаемся вверх вот и либо мы то что мы можем рассматривать все то что находится относительно этого уровня ну что здесь мы пришли в первый раз на этот уровень а дальше мы уже спустились этого уровня нет мы берем как раз первую точку когда мы опускаемся вниз от и ватер линии ну все давайте теперь показывать что собственно это доказывается смотрите теперь неформально значит слева направо это будет индукция а справа налево мы просто воспроизведем тот вывод который у нас есть то есть ту же самую картинку поэтому давайте пусть пусть эта картинка немножечко повисит у нас а значит а мы докажем этот факт значит слева направо по длине вывода в грамматике база количество шагов равняется единичка так а мы забыли еще одно правило добавить кстати чтобы у нас это срослось мы должны из пары куку уметь выводить эпсиум напишите пожалуйста ну как бы мы что никуда не подвинулись вверх и не подвинулись дальше вот я думаю о чем на кстати как ни странно вот забавный такой факт что математики обычно знаете как придумывает доказательства они короче выводят выводят в отчета а потом понимают что что-то пошло не так и каких-то условий не хватает и потом возникает вот эти всякие условия регулярности условия вот это вот те кто матан проходил те понимают условия на локальный экстрем что там чтоб какая-то вторая производная была и так далее ну просто как бы выкладки дальше не идут ну и так у нас также произошло что мы база индукция с вами забыли сделать так давайте теперь к доказательству значит база длина вывода равняется единице и тогда у нас получается с вами что иску у нас выводится у это и кужитое выводится слово w за один шаг это означает что у нас есть правило грамматики а и поэтому у нас куитое куитое будет за один шаг выводить пустое слово ну а тогда смотрите что у нас получается у нас получается из куитое и псион и псион будет выводиться что ну за один шаг будет выводиться куитое псион и псион вот как то так то есть ничего сложного нет переход переход ну на самом деле надо расписать один раз это правило пусть у нас из куитое значит куитое 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 за один шаг выводится у коэстро куда-то п па куртокאש это я не знаю дальше у нас выводится у господи буковки надо придумать xp у xp y короче выводится а тогда смотрите что у нас получается у нас первое что из вот этого выходят получается что у нас есть вывод смотрите из куитова значит нам нужно вывести у xp у за один шаг мы с вами пользуемся правилам как раз которую у нас есть здесь давайте я опять же буду пользоваться цветными маркерами у нас выводится переход к с xp у а дальше у нас по предположению индукция давайте здесь напишем да есть и все у нас пропущен и так по предположению индукции смотрите у нас получается что ку ст кут это чего это выводит x значит из этого будет у нас как раз q ст x и все он выводить q т т и все на все и второй момент который у нас есть это что у нас из получается q rt куджитой выводится y y из этого будет следовать как раз что у нас с вами иску так давайте напишу это нормально следовательно у нас q rt y и и все он вводится кужитая и все нацию ну вот значит тогда мы можем как раз этим воспользоваться q ст x и все он выводит у нас получается q т т т а а вот потом мы пользуемся синим маркером делаем вывод на что получается у нас q rt y и все он вот и дальше пользуемся еще одним предположением индукции получаем куджитая псевдопсон то есть на самом деле главный тупняк в этом выводе состоит в том чтобы в буковках не запутаться вроде бы мы с вами не запутались куда мы попали а вот оно правило у нас ну мы просто расписали как раз правило которое у нас имеется так хорошо давайте тогда двинем дальше а в одну сторону мы с вами доказали теперь другую сторону другую сторону поизвините а другую сторону значит а индукция по длине вывода тоже так давайте посмотрим на базу база индукции у нас заключается в чем а за сколько шагов мы можем это породить так 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 у нас были правила в автомате а ну смотрите первый первый вывод который есть у нас количество шагов вывода будет равняться нулю почему потому что если бы мы попытались что-то вывести за один шаг давайте это проговорю то смотрите у нас здесь эпсиум и за один шаг мы этот эпсиум снять не сможем да у нас правило имеет вид что либо мы нас так то что-то кладем либо нас так что-то снимаем вот поэтому здесь вывода за один шаг вот поэтому здесь вывода за один шаг ровно не будет поэтому база у нас будет длина вывода равняется 0 тогда у нас что получается у нас получается следующее у это я дубль в эпсиум за ноль шагов выводят кужитая эпсиум и эпсиум и эпсиум тогда у нас получается смотрите у это равно кужитому дубль выравняется эпсиуму следовательно что у нас получается до нет там как раз за один шаг а да в автомате да за 0 конечно же спасибо за замечание так ну и получается тогда нам нужно сказать что ну из пара кужитая джитая которая является парой куитая куитая мы выводим слово эпсиум который является словом дубль в то есть база доказали теперь переход ну что мы можем сказать с вами про переход значит ну на самом деле нам нужно сказать следующее что у нас куитая дубль в эпсиум выводят на какое-то количество шагов куджитая эпсиум и эпсиум когда как и мы это получаем когда мы первым шагом первым шагом всегда должны положить что-то на стек давайте обозначим эти три цепочки xp у как раз а потом какой-то момент времени мы с вами должны прочитать это слово то есть куитая дальше куэрт а потом мы выводим что получается у xp у у потом за один шаг мы снимаем этот символ а вот это у эпсиум и за один шаг ну и за какое-то количество шагов мы вычитаем куджитая эпсиум и эпсиум чего-чего не за один шаг короче говоря вот эту штуку на самом деле я написал ровно по той картинке почему а все да господи да согласен так из куитово куда мы попадали в косты да на из куэтово сюда вот это и сюда что у нас получается этого в qr тогда вот мы то есть у нас есть цепочка вывода мы из этого мы получаем с вами собственно что о господи из слова ду чем у нас получается из куитого кужитого за один шаг ну потому что мы сказали давайте рассмотрим первый символ мы рассматриваем первую цепочку которая у нас есть в этом выводе мы можем мы слово можем снять положить да вот ну и тут дальше собственно пишем мы просто вот это вот правило у у господи господи у ст у нас из вот этого будет следовать что из коэстово кут этого мы выводим п ой x выводим а из вот этой штуки выводим y ну и получаем у x по y так доказали лему в одну сторону а теперь скажите пожалуйста почему я фигней занимался вы просто формально расписали то что я вот рассказывал идея вот ровно то вот он на та же самая идея да смотрите мы говорим не то что по индукция мы говорим что давайте рассмотрим моменты времени когда у нас сначала сначала буква на 100 кладется потом мы находимся на том же уровне не ниже стека потом мы снимаем букву а со стека и дальше уже доводим до конца это уже предположение индукция как раз что мы находимся на одном уровне у нас идет вывод так ну чё остался последний пункт где бы его написать этим его напишем вот здесь итак значит что означает что слово лежит в языке сдаваемом автоматом это означает что у нас существует завершающее состояние такое что из q нулевое в эпсион выводится q эпсион эпсион а это что значит почему это эквивалентно это эквивалентно тому что у нас то что это что это финальная цепочка, что слово лежит в языке сдаваемой грамматикой, и слово задается в языке, сдаваемом автоматом. А вот. И это выводит как раз наше слово W. А это эквивалент тому, что из ни терминала S мы выводим слово W. И это завершает наше доказательство. Короче, тут есть еще цепочка выводов, которую можно посмотреть. Они просто в других буковках написаны. Вот она цепочка финальная вывода. Так, давайте вопросы по этой леме, по этому факту. Просто муторная цепочка выводов. Хорошо. Значит, теперь давайте немножечко я расскажу, что будет на следующей лекции. Сейчас я презентацию выкладывать не буду, новую тему начинать не буду. Значит, в следующий раз мы будем с вами смотреть парсеры. Просмотрим парсер, который называется алгоритм Early, и будем отслеживать позиции вывода длин в слове. Вот. Асимптотика у него будет такая же кубическая, как у алгоритма Кока-Янгера Косами, но в среднем оно будет работать быстрее. Это раз. А вторая идея, которую мы будем с вами развивать, как раз относительно MP-автоматов, она будет заключаться в следующем, что мы с вами построим специальную нормальную форму, еще одну, которая называется нормальная форма грейбов, в которой потребуем, чтобы у нас каждый раз выводился хотя бы один терминальный символ. То есть правило, которое будет порождать как минимум одну букву. Сразу. Вот. И относительно этого мы построим с вами MP-автомат, в котором все переходы будут однобуквенными. То есть, видите, у нас сейчас MP-автомат был только с однобуквенным либо плюсом на стек, либо минусом на стек. Мы построим с вами автомат с однобуквенными переходами. Как вы думаете, зачем нам нужен автомат с однобуквенными переходами? Нет. Нет. Так, хорошо, еще идея. Нет. Мне вот совсем не скучно. Ну, нет. Я скажу, что не будет больше по размеру, потому что грамматику, которую мы построим из этой штуки, будет квадратичной по размеру относительно исходной грамматики. А? Нет, меньше не будет. Вот такая нормальная форма будет, что она раздует это все. Эстетика в какой-то степени, да, но... Что мы с вами в прошлый раз сделали? Мы с вами, кажется, какие-то факты выводили. Что-то говорили про являются ли языки контекстно-свободными или не являются языки контекстно-свободными. Вот такое. Не, махилни роду мы уже давно доказали. Не-не-не. Нету, нету. Это вообще, по-моему, неразрешимая задача. Да. Суть в следующем. Помните, мы говорили, что два КС-языка пересечения непонятно, что дает. Но я сказал кое-что, что пересечение КС-языка и регулярного языка является КС-языком. Да, у нас есть однобуквенные автоматы для регулярных выражений и есть однобуквенные автоматы для контекстно-свободных языков. Дальше вы берете следующий. Берете автомат, берете автомат, их пересекаете, стэк берете от одного из автоматов. Все, вот такой у нас будет план. Так, ладно, давайте тогда сегодня на этом финализируем. Продолжение следует...